Да, вот самое главное, дорогой Виссарион, мы тебя будем показывать по телефону для всех. И я сразу скажу, что ты у нас мастер Трис, Виссарион Сибиряков, который на недельку уехал на Байкал и вчера хвалился мне по телефону, что попала рыбу в 3 метра ростом. Бывает такое у рыбаков? Я такого не говорил. 30 сантиметров, да. Ну ладно. А тут же рядом со мной, на экране, на экране сидит наш Владимир Оршинов, который написал... Я тоже физик по образованию, экспериментатор. Занимался, может быть, вы знали такого человека, Игорь... Ой, чуть вас не обозвал. Потому что отчество одинаковое. Юрий Николаевич Вершинин. Сибирский НИИ энергетики. Нет, нет. Я кончал физтех, а потом начал в философии заниматься. Я микроэлектроникой занимался, а уже потом перешел на философию, и вот до сих пор... Я по жизни, значит, работал в технике высоких напряжений, и мы даже делали для Токамака водяные накопители. Но неудачно. Наш философ, главный специалист Института философии академический, Аршинов Владимир Иванович, который редактировал книгу «Уроки мудрости», и который меня в 90-е годы по телефону знакомил с академиком-основателем синергетики, с академиком Пригожиным. Володя, ты скажи, а Пригожин-то получил лауреат, он тогда был в Нобелевской, или как? Да, Нобель он получал. В 1978 году он получил Нобелевскую по физике и химии. А вообще он скончался, увы, в 2002 году уже. Ну, да. Вот сейчас я вас хочу познакомить с физиком Ядерщиком. Могу сказать сразу, что это величайший физик Ядерщик. Слава Богу, мы друзья, так можно сказать? Поэтому мы вышли сюда. Почему мы пригласили тебя, как философа? Пригласили мы сюда тризовца нашего мастера, Трис Виссариона Сибирякова, который у самого Альшулера учился. Ты в каком году у него учился, Виссарион, у Альшулера? Ну, начиная с 89-го. Ну, понятно. Какую ты программу для страны сделал, для инвалидов? Как называлась программа? Программа «Социальная защита инвалидов Новосибирской области». Да, вот-вот. Там вышло такое. Мы ее сделали очень маленькими силами. Ну, потому что было трое тризовцев и один медик. Всего-навсего. Мы ее сделали буквально за 4 месяца. В то время как отраслевые институты, институт труда и еще какой-то там, не помню, московский, требовали много-много денег и 2-3 года на разработку. Мы сделали за 4 месяца. Слушай, у нас есть тризовцы еще есть. У нас и Миша Тризовец, и Калошин Тризовец, который идеальное решение создал. И много компаний в Кремниевой долине, и в Москве, и так далее. Ну, я хочу сейчас попросить, чтобы нам сказал несколько слов наш дорогой Игорь Николаевич. Ну, значит, сегодня все проблемы человечества связаны с энергетикой. Постепенно люди начинают это понимать, потому что органическое топливо заканчивается. Вся зеленая энергетика продемонстрировала свою неэффективность. Например, в Германии сейчас ликвидируют ветровую энергетику с тем, чтобы копать уголь в центре Германии. И это, конечно, будет ужасно совершенно, потому что атмосфера при этом будет портиться еще хуже. И альтернативы никакой нет. Курчатский институт, например, сказал, что если в ближайшее время не будет сделан мощный источник нейтронов, то сейчас живет последнее поколение людей. И из уст очень многих на Западе специалистов тоже этой нотки звучат. Недавно я увидел одно интервью из Соединенных Штатов, где рассказано, что через 10 лет жизнь на Земле прекратится. Поэтому здесь надо принимать самые экстренные шаги. И вот в свете заявлений Курчатского института и то, что вы сказали, для того Курчатский институт, естественно, предложил термояд в качестве такого источника энергии. Но и вы сегодня подтвердили, что вы что-то делали, это термояд. Но стационарный термояд в условиях Земли невозможен. Для обычной публики я это демонстрирую, так сказать, в научной терминологии. Это достаточно. Я не знаю, насколько целесообразно говорить. А я привожу очень простой пример, что инициаторы начала термоядерных исследований в Советском Союзе, это были там Зельдович и Сахаров. Они предложили создать первую установку, которая называлась «Один грамм нейтронов ОГРА» на территории Курчатского института. Но ни один из них заниматься этой проблемой не стал. Я беседовал и с Зельдовичем, который работал в Институте прикладной математики, и с Сахаровым. В Институте прикладной математики у меня был просто приятель, главный инженер, он меня с Зельдовичем познакомил. Я у него спросил, что же вы рекомендовали заниматься, создавать термоядер, а сами не стали этим заниматься. Он мне ответил, да это все ерунда, главное бомбы. Примерно то же самое мне сказал и Сахаров. Он жил около Курского вокзала, мы пригласили его к нам в институт, и я ездил за ним просто на Волге, и взял ему всю дорогу, с ним разговаривали на эту тему. Он тоже ответил примерно так же. Поэтому термояд – это абсолютная глупость. В двух словах я по физике просто скажу, почему. Потому что при термоядерных температурах более 80% энергии сосредоточено в излучении, которое магнитное поле, естественно, не держит. Поэтому по мере нагрева все излучение уходит. И как сказал тот же Зельдович, нагреть больше нескольких кэфов вы плазму никогда не сумеете. Поэтому термояд невозможен. Более 30 лет 30 государств тратят безумные деньги на абсолютную глупость. И единственной безальтернативной программой является программа, которую я предложил в 1996 году, и которую Путин озвучил на саммите тысячелетия. Он сказал, что атомная энергетика должна быть избавлена от обогащенного урана и плутония. Но наш Росатом почему-то не выполняет эту директиву и развивает совершенно дурацкую программу реакторов-размножителей. Все дело заключается в том, что урана 235 просто очень мало. Было примерно 500-550 максимум реакторов, а сегодня их вообще 400. Их количество сокращается. То есть в мировом балансе это составляет всего лишь менее 2%. Это не может быть увеличено. МАГАТЭ говорил, что к 2010 году будет еще в прошлом веке примерно 10 тысяч реакторов. Где они? Их нет и не будет. Потому что урана 235 очень мало. А кроме того, сжигание урана 235 – это преступление перед будущим человечеством. В будущем человечества. Потому что по биологическим факторам максимум, что Земля выдерживает, это 9 миллиардов человек. А после этого все надо выносить будет в космос. А на химии вы промышленность и энергетику никогда не вынести. Можно в Терешкову вывести, она оттуда вам платочком помашет. В крайнем случае интернет включить, но энергетику и промышленность вы никогда не вынести туда. Поэтому уран 235 дан человечеству для выхода в космос. Я работал в институте, где занимались ядерными двигателями. Мы были самыми передовыми в этой области. Американцы в глупости были. А мы бы очень сильно продвинулись. И эти работы надо немедленно реанимировать и запретить сжигать уран-235. А то, что продают уран 96% из бомб, это просто надо к стенке этих людей сразу ставить. Американская атомная энергетика сидит на нашем уране. И мы боеголовки пилим и поставляем туда. Да, у нас было примерно 90 тысяч боеголовок. Сейчас осталось 20 тысяч. Я не знаю, какая сейчас конкретная ситуация. Это прямое преступление перед будущим человечеством. Потому что каждая боеголовка – это по существу ядерный двигатель. И это выживание с конца 21 века и дальше. Потому что все надо выносить туда. И людям, объяснить это людям, ну, мне не дают. Я уже… По какой причине? По очень простому. Потому что те приложения к моей технологии, военные приложения, они обнуляют авианосный флот Соединенных Штатов. И это было проверено контрактом с американцами. Когда они об этом узнали, они нам дали контракт на 70 миллионов долларов. Я работать на этом контракте отказался. Работал мой сотрудник. Все подтвердилось. После этого абсолютный запрет на наши работы. И автора ускорителя, который позволяет… Это был мой сокурсник Алексей Богомолов, ускоритель на обратной волне, который позволяет реализовать мою программу. Его убили. И все технологии из Сарова передали американцам. И после этого нам говорят, что злейшие враги, мы с американцами, это глупость несусветная. Потому что самое страшное для американцев – это гибель России. Если бы ее надо было уничтожить, они сделали бы это еще в 90-е годы. Это проще паренные репы. Собрали бы всех Абрамовичей и сказали, чтобы здесь завтра было 20 государств. И они бы немедленно такие стали. Но при этом бы они потеряли обогатительный завод в Краснокаменске. А у них 40% атомной генерации на Восточном побережье. И штатов не было бы в течение года. Поэтому, если мы в ближайшее время не начнем нашу работу, людям придется очень плохо. Это я вам обещаю. Игорь Николаевич, а мы можем в следующий раз сказать пути, как мы можем, вот собравшись, вот философ, вот мастер Трис. Я не знаю ядерной энергетики ни в коем случае, и поэтому не вмешиваюсь в эти рассуждения. Я в этом просто не разбираюсь. Ну, просто вот для обычного человека порассуждать. Можем в следующий раз о том, какой выход есть из этого положения? Я постараюсь очень простыми словами. А как вы считаете, выход есть? Ну, я сказал, только наша энергетика сжигать уран-238. И Тори в ядерных каскадах. То есть там не цепная реакция, а вынужденная реакция. Она не дает отходов практически. Она утилизирует АЯД, потому что отработавшийся ядерное топливо, которое сегодня не знают, куда девать. Она резко увеличивает АЯД, резко увеличивает коэффициент усиления в нашей системе. Поэтому это единственная технология. А вот не дают только из-за того, что запрещают американцы. Я предпринимаю в течение почти 30 лет колоссальные усилия. Меня никуда не пускают. Мне посадили легкие, чуть не убили. А троих моих друзей, ближайших, которые делали, вот я сказал уже, Богомолов, Волков Валерка и Масяш Вячеслав. Их сразу же угробили. Меня просто не добили. Но я сижу вот с харкалкой. Легкие у меня в жутком состоянии. Мы не дадим, чтобы вам было плохо, мы будем вас укреплять. Володя, в философке ты скажи мне, если мы соберемся как люди уже мудрые по возрасту и несколько раз порассуждаем на эти темы, толк будет какой-то для молодежи? Там же очень много людей, я знаю, в нашей школе сотни тысяч людей, которые молодые, ищущие, любознательные и так далее, вот чтобы они включились в размышления вместе с нами. Как ты думаешь? Ну, думаю, да. Да, да, да. Ну, надо как-то, так сказать, с одной стороны найти язык действительно, чтобы вот то, что Игорь Николаевич, да? Да. Он сказал, да, значит. Ну, как бы проникнуть, он ярко обрисовал проблему энергетики и проблему возобновляемой энергетики и так далее, и так далее. Вот. Но здесь вообще, значит, надо порассуждать. И он затронул вопрос о будущем. Вот, значит. И я, ну, в общем-то, я немножко с ядерной физикой я знаком, и знаю, так сказать, эту точку зрения. Там предел Лоусона и так далее, и вот то, что Игорь Николаевич об этом говорит, ну, мне более-менее понятно. Но я в эту, это действительно специальная область. Но что касается, значит, в данном случае два вызова. Вот я пишу статьи, сейчас человечество столкнулось. Ну, помимо вот этих, сейчас мы находимся в критической точке. Вся планетарная цивилизация находится в точке бифуркации, как говорят. Вот. На развилке, значит, на, значит, какой сценарий будущего. Есть, значит, катастрофический сценарий будущего по-разному. И, значит, сценарий, ну, если угодно, не прекрасного будущего, но, по крайней мере, человеческого будущего для человеческой цивилизации. Ну, значит, здесь две проблемы, которые, значит, стоят. Это проблема, значит, так называемая антропоцена. То есть вокруг нее многие спорят, значит. То есть климатические изменения фундаментальные происходят, значит. И, кстати говоря, здесь с энергетикой вот тоже, значит, атомная, ядерная энергетика, она действительно решает проблему углеродной, ну, так сказать, загрязнение атмосферы. Это не загрязнение, а ее, так сказать, как бы, так сказать, вот этот углеродный след, так называемый. Ну, Игорь Николаевич понимает, о чем я говорю. И, значит, в этом смысле, значит, она оправдана. С другой стороны, есть проблема, так сказать, перегрева планеты и, значит, изменение климата, который тут об этом спорит. Является ли это человеческий фактор здесь присутствует, или сама естественная природа, так сказать, законы ведут вот к этому, ну, потепление, похолодание там и так далее, и так далее. Но не в этом дело. Дело в том, что в будущем, значит, вот это климатическое изменение бросает вызов человечеству. И второй, значит, вызов, как это ни странно, это то, что связано, значит, с искусственным интеллектом. Вот как сейчас вокруг этого, значит, много, много очень сюжетов. Короче говоря, речь идет о человеческом будущем. Ну, вот я готов. Человеческое будущее зависит, в частности, от того, насколько люди, значит, смогут вот то, что ты сказал, о разъединении, вот это вот, значит, вот эти войны, конфликты, отчуждение, ненависть, насколько все это удастся преодолеть, значит, от этого будущее человечество зависит. Я, значит, вопрос тут не столько, сколько, ну, действительно, 9 миллиардов, значит, проблема народа и населения, но это проблема, значит, преобразования человека, вот то, что ты говоришь, в сторону человечности, в сторону добра. Это мы создаем в школе «Человек-большую науку человечности» и даем технологию, чтобы человек мог энергию страха, энергию стресса, как в Айкидо, трансформировать на создание новых изобретений, на создание новых произведений, чтобы он мог трансформировать энергию напряжения. Там у нас есть и энергетехнология, и наука человечесности, которую все люди из разных стран мира, чтобы определять понятие, однозначно, что такое сопереживание, что такое любовь, соучастие, что такое чувство бесценности живого, чтобы определяли понятие, потому что все они расплывчатые, и каждый понимает это по-своему. А когда вот в свое время заявили, что Бог един, заявили тысячу лет назад, имелось в виду, то, что мы все одинаковые, имелось в виду как-то всех людей приблизить к взаимопониманию, это был какой-то общий, единый человеческий язык, взаимопонимание. Я помню, это была фраза «В нем ли Израиль, Бог есть единый?» Ну, это призыв был такой, что мы все люди, мы все люди. Потом христианство, ну, в христианстве любовь к ближнему уже любовь ко всем, ко всем, не только к своим. Потом ислам уже, там, где цена помощи уже минимальная, потому что там кредит берешь в банке, например, и становишься с ним в компании, а не то, что потом ты должен всю жизнь на него работать, выплачивать. Поэтому религии динамику имеют свою. Но самое главное, что сказано уже тысячи лет назад, сопереживание, если человек имеет сопереживание, то есть в обратную связь вступает с реальностью и с другими людьми. Обратная связь – это же нейрокибернетика. Без нее как вообще может быть мир, как может быть вообще люди разных национальностей, верований, вкусов, разные у них рубашки, штаны, там, разные привычки. Как их всех объединять, чтобы они выжили, чтобы не переругались? Люби ближнего. Это принцип технологии. У меня телефон уже садится. Еще одна беда. Я согласен участвовать в любых обсуждениях. На следующей неделе я возвращаюсь в Новосибирск в воскресенье и готов участвовать в любых обсуждениях. Ну, ты готов. У меня сейчас телефон сдохнет. Да, но ты провези Игорю Николаевичу рыбу из Байкала. Ну, хорошо, хорошо. Мы тебя любим, мы тебя ждем. За меня тут накладки несколько. Смотри, я очень надеюсь, что когда мы соединяемся и будем в следующий раз соединяться, у нас будет синергетический процесс происходить, когда будут возникать новые идеи. Обязательно. Да, мы для того соединимся, чтобы создать идею, как сохранить разум на планете. Хорошо. До встречи. Обнимаем. Хорошая задача. До встречи. До встречи. Извините, пожалуйста. Тайга. До встречи. До встречи. Спасибо тебе. Володя, спасибо тоже. Я добавлю, слушай, здесь важный сюжет, просто ты коснулся, вот эта любовь к ближним и так далее. Вообще говоря, очень это тесно завязано на то, что называется новое экологическое мышление, на новую экологию. Это любовь и к месту, любовь. В конце концов, надо любить и свою планету, на которой мы находимся. Любовь к природе. Вот это новое единение человека, значит, человека с природой. То, что Пригожин вот ты упомянул, новый диалог человека с природой. Вот это, значит, не нужно заниматься покорением, оседланием, значит, вот этими. Вот эти всякие идеи покорения, подчинения, значит, обиды. Володя, я тебе скажу одну вещь. Я читал фантастические вещи, когда маленький был. Я всю жизнь читающий мачек был. И там человек бежал рядом с конем. То есть он не оседлал коня и на нем скакал, а бежал рядом с ним. И они вместе с конем бежали. И это был такой некий символ единения с природой. Не оседлание природы во имя покорения природы, а единение с природой. Такой символ был. Я думаю, что такое мышление надо развивать у людей. Я вот у меня на эту тему тоже, у меня простые точки зрения. Значит, я в 2000 году книжку написал. В этой книжке показано, что развитие разума делится на два этапа. Первый этап, когда был рентабельный царь земной. То есть этап познания материального мира, материального. Потому что тогда развитие происходило за счет того, всех обеспечить было нельзя. И развитие, и познание материального мира в основном происходило за счет того, что богатый хотел жить удобнее и лучше. Он хотел с лошади пересесть на машину, на самолет. Вместо свечки иметь электрическую лампочку и так далее. И это был период рентабельности иудаизма, когда надо было любить себя и делать все для себя. А сейчас создана стандартная модель. Весь материальный мир мы познали. И нам надо переходить в рациональную область. И здесь богатые уже абсолютно не нужны. Раньше кто был богатым? Форд, который создал новые технологии создания машин и так далее. А сейчас кто? Какие-то клоуны, которые в Фейсбук ведут. Триппер или как он там называется, не знаю. И тому подобное. То есть это стало нерентабельно. Поэтому сегодня все начальники, все хозяева и институт собственности должны быть ликвидированы. Потому что выборка в области рационального там гораздо сложнее вещи, гораздо сложнее. Поэтому массив интеллектуальный должен быть огромным. И мы не знаем, на кого упадет искра Божия. Поэтому кормить надо всех. Считать должен не начальник, как распределять ценности, а компьютер. Он не ворует. Он не валяет дурака. Зачем начальник и хозяев? Мне они абсолютно не нужны. Я не буду интеллекту. Надо предать правильное назначение. И тогда начнется истинный прогресс. Без всяких слов. Все крайне просто. Ликвидируйте начальников, хозяев. Почему я к Ельцину более-менее нормально отношусь? Потому что первое его было предложение ликвидировать партию и сделать выборность всех хозяйственных руководителей. Игорь, не одеваться? Но хозяйственные руководители быстро это поняли. И поэтому это дело свернули и пошли по этому маразматическому пути, куда мы идем в сплошную кровь. Вот есть во всем плюсы и минусы. И в искусственном интеллекте, в зависимости от того, как его применять, как Ленин говорил, в стакане, стаканом можно пить, а можно по голове ударить. Во всем есть и плюсы и минусы. В капитализме есть и плюсы, и минусы. Там есть и демократизация, и в то же время заточенность на материальных ценностях. В то время как есть обратная сторона, когда заточенность на духовных ценностях. Надо, чтобы все было в балансе. И для этого мы, как люди уже разных областей, и художники, и писатели, и поэты, и философы, и изобретатели, все соединяемся для того, чтобы найти сбалансированное, умное, мудрое решение сегодня, без которого мир может быть. И, как сказал Игорь Николаевич, сейчас находится на грани катастрофы. Поэтому, друзья, до встречи. Мы всем нужны, чтобы мы могли соображать и всех привлекать, думать. Потому что человек – это Homo sapiens. До встречи, друзья. Все, счастливо. Спасибо. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо.